в общем предыстория такова как-то ночью решил я проверить своего оператора в частности мегафон на котором вроде бы как бы хорошая скорость и никогда не воровали деньги но тут вдруг я обнаружил что с моего счета куда-то пропало ну в районе 250 рублей как бы мелочь но все равно неприятно такого даже на киев старе не было вот полазив по расходам я понял что автоматически меня подключили на видео экстрим платную услугу причем самое интересное то что с этого оператора я не выходил в интернет и не чего не качал то есть нигде не регистрировал этот номер но тем не менее платная услуга была подключена я ее естественно отключил и понял что накачали где-то 240 рублей у меня забрали тем не менее следующее что произошло я пошел утром соответственно разбираться в салон мегафона где мне популярно дали понять что типа денег не вернут и извините вы сами виноваты вот причем я свои вины в этом как бы вообще не замечал обычно когда подписывают на какие-то платные услуги каждый день начинают приходить эсэмэска о том что с вашего счета там списанная определенная сумма вот в данном случае этого ничего не было второе что насторожило это то что как бы пришла эсэмэска ну да я видел что там типа вас подключили на какую-то платную услугу но для того чтобы что-то посмотреть вы должны пройти по ссылке ссылку эту я не открывал я вообще как бы ну все эти эсэмэски приходили в заблокированные я их и потом удалял вот но собственно произошла переписка между мной и оператором службы поддержки так сказать вот в салоне я отключил номер и я как бы написал ребятам что типа там я бы хотел вернуть деньги потом я подумал что номер все-таки интересный красивый его можно перетащить на другого оператора который не будет воровать деньги и поэтому я пошел обратно же салон и подключил номер дальше чтобы пользоваться вот после чего я зашел в другой салон и решил перевести его на мтс далее в переписке я объяснил все это он онлайн поддержки о том что вы украли у меня денежку извините долгое молчание оператора вынудила меня написать что я ухожу на другого оператор ну и соответственно я бросил переписку с ними утром я обнаружил следующее что все-таки они как бы возвращают мне эти деньги но впоследствии если будут подключены какие-то платные услуги они не смогут мне эти деньги вернуть в общем уговоров о том чтобы я оставался на старом операторе никаких не было поэтому я сейчас сделаю следующее денежку переведу на какого-нибудь товарища у которого есть мегафон ну а сам уйду на мтс крайнем случае пока там не воруют будем оставаться там но с красивым номером что немаловажно вот в принципе вся история но тем не менее следить нужно каждый день за мегафоном скорость у них хорошая связь так себе конечно но по скорости по интернету они молодцы вот здесь я ничего не могу сказать но могу сказать на другом постоянное подключение всяких платных услуг за которыми нужно следить ну это конечно да это жесть у них присутствует а так всем пока подписывайтесь на канал ставьте лайки добавляйте друзья